И видеть это одно, молиться с вами, это прикол, и это самое, такое хорошее, что вы можете летать вместе на молитве. Я очень хотел с вами молиться сегодня, очень приехал вообще, вчера приехал по 12-го ночью и приехал сегодня на молитву. В целый месяц мы поддерживали друг друга, один раз в месяц, чтобы читать Слово Божие, чтобы этот один процент сохранить для Господа, чтобы слушать его, а Слово Божие говорили, что если ты будешь слушать Слово Божие, то точно принесешь кладбище на хорошее. И разным людям можно предлагать по-разному, не каждый должен начинать Библию читать с Ветхого Завета, кто-то должен знать с Нового Завета, но надо обязательно править Слово Божие. Я был на реколекциях в Великопостных, в селе Попельной, по воскресенье в одном городе, Ополе, такой маленький город, но в храме было полного людей, давно не видел столько людей. За пять дней прочитал 30 проповедей. И тоже приход, почти весь приход, принес Библию в костюм и решил один процент читать. Я надеюсь, что они читают Слово Божие. Это хорошо. Хорошо, мы должны, кроме того, что слышим в костюме, на месте Слово Божие, мы должны тоже лично читать его. И Великий Попост начинается тоже от таких слов, чтобы мы слушали Слово Божие и своего сердца не делали каменным. Потому что Слово Божие, оно силу имеет, очищает наше сердце. Оно имеет силу разъяснения разум. Оно как свет пути, оно как шчет, который защищает тебя от врага. Мы иногда не понимаем, почему так написано. Но Слово Божие имеет такую силу, что объясняет себя, когда читаешь дальше. Слово Божие само себя толкует. Только нужно читать и просить о твоих облигах. И не спешить с выводами, я бы так сказал. Не спешить с выводами. О, а, что это называется? Вот, что понял. Я еще ничего не понял. Читаю дальше. Слово Божие, много широко. Моге целостно. Но хотя бы Ветхи Завет, не можешь понять без нового Завета. Если кто-то читает только Ветхи Заветы, то люди им не можем стать. Читаю Ветхи Заветы. Нам нужно знать новый Завет и потом учить начинать от нового Завета. И потом продолжать Ветхи Заветы. Я читаю книгу, например, про законы. Столько этих правил, указаний и наказаний, если не исполнить. Если я бы не знал апостола Павла, который говорит о законе и о благодати, то я бы, наверное, испугался в этой книге. Поэтому нужно знать Новый Завет. Нужно читать апостола Павла, который был такой ревностный израильтянин, который хотел в законе найти спасение. Пока я упал на землю, пока Господь его не ослепил, то он не мог этого понять. Богодать прикоснулась его так хорошо. На три дня. Слепо. Прекрасно Богодать. Всем вам желаю. Тока перемена потом. Мы иногда думаем, что несчастье, которое на нас развалились, это несчастье. Так думаем, да? Так, как бы Отец не подшел на нас. Как бы Бог, не знаю, забыл о нас. Может быть? Может, что говорить? Может, мама забыть о своем чаде? Мама, может забыть о своем чаде? Не может, конечно. Даже если она забудет. Бог говорит, я никогда о тебе не забуду. Точно. Не может Бог о тебе забыть. Даже если ты такой немножко, которому нужно. Железно. Бог тебя любит. Очень тебя любит. И хочет твоего спасения. И уже знает, как тебе помочь. Нам нужно только прислушиваться. Много терплива наше спортое, терплива, много милости. Ну, это первая моя такая радость, что я могу еще больше со своим Божьим быть. И, конечно, я молюсь тоже при вяре, читаю псармы, братья, нахоры, поемы, на месте, слушая Божьи слухи. Ну, это тоже хорошо. Я не считаю этих процентов, а 3 проценты, 3, чем меньше, 3 проценты, что они, радость огромная. Это хорошее постановление на великий пост со Словом Божьим. А второе хорошее постановление, то, что в Евангелии Бог, в Пепельном Свету, Отец твой видит тебя в тайне, Отец твой видит тебя в тайне, Отец твой видит тебя в тайне. Вот это с тебе явно. Все время Иисус говорит, в самой главной, в посте, в молитве, в милости не то, что ты раздаешь, не то, что ты молишься, не то, что ты постишься, а самое главное, что твой Отец видит тебя. Он тебя видит, тебя любит, он смотрит на тебя с такой радостью, что даже представить не можешь. Серьезно, как Бог радуется тобою, Он радовался, когда ты еще была маленькой сочной, Он знает все твои дороги, видит тебя, все твои слезы собрал, все собрал, отрез, взял мысли злочек твоих, видишь, от тебя будет после всякой стороны, вот что это будет, и хоть бы Бог тебе дал, как Слово Божий говорит, такую клещу скудную, такую как бы постную, то Его рука никогда от тебя не отступит, Он будет тебя мстить. А теперь дальше пойдет, о чем я хочу рассказать, Люблин город очень интересный, очень много молодежи студентов там, а к нам приходит, ах, 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 и так поднимался по ступенькам. С декабря уже не смог подниматься, ходил в кафедру, у нас кафедра на втором этаже есть, и через окна видел службу, которая в храме была, надо было ему там помогать, а потом уже в декабре, после Рождества, он уже лег, погружал, надо было быть с ним, умирал почти все время, и так очень, ну, святой человек. Я когда начал за ним немножко ухаживать, братья тоже, и послушники, все они так дружно, но Слово Божие говорило, что мы услуживаем святым, и так я почувствовал, что мы услуживаем святому. Это пришел монастырь, который говорил, молодой монах, он имеет вид святого, но он не святой. В среднем возрасте монах, как отец Максимили, не имеет вида святого, и он не святой. А старенький монах, он не имеет по внешнему виду святого, но он святой. И так я видел этот монах. Говорят, что монаха узнать можно в пути, во время отдыха и в болезни. Я видел, как он пережил эту свою болезнь, да. Как он становился как ребенок, ему нужно было все, ему нужно было колонить, переворачивать, 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 почти заносить в туалет, обратно туда, и ему нужно было все следовать там, в своем уме, светлый разум, все видел, понимал, всех по имени, знал, кто пришел там 10 лет назад и встретил его, он говорит, так, ты это такой, как вчера его встретил, тоже знает по имени, он не имел ясный разум, а на времене такое большое страдание, и он нам, ну, скончался, умер, не полные две недели назад, в субботу. Мне как раз не было, я поехал на эту реколекцию в Великопостную, в среду, а в субботу. Братик говорит, использовал время, что никого не было, при нем и убрал. Потому что когда мы бились рядом с ним, то мы ему не разрешали, так вот. Он так собирался, а уже, уже так, они его так и поддерживали, и так спасали, так, так. А с полчетвертого у него были братья, тресвих по шестому, а он уже душу отдал Богу. Кажись, такая смерть, очень тихо, спокойно, почти 70 лет в монастыре при братах открывал, закрывал, улыбался. Я все его помню, и как полную такую выбросовательность, заботы, молитвы за других людей. В многих монастыях был феликсиан, феликсиан, радость. Так что, для меня очень большой подарок. Я мог бы это время быть в этой монастыре, и быть рядом с таким человеком, и быть вместе с братьями, которые так забудутся о нем. Мы там постоянно дежурим, день и ночь, но так хорошо. И молились вместе с ними, и били пресс. Так, кто это хотел вам сказать? А, повод почему приехал. Я уже хотел приехать в декабре, потом в феврале, но этот брат только болел. Мне сказали, что я не могу сейчас, в апреле, вернуться. До того, наверное, я сейчас здесь. И всегда, когда я приходил на алипату, всегда, для меня это был праздник. Размышления, это уходит. И увидел одну вещь, что когда такие навязчивые мысли приходят, ко мне тоже приходят, как участвуют, разного рода. Бывают разные роды навязчивые мысли, знаете, да? Конечно, все знают. Если когда приходят такие навязчивые мысли, то нужно как бы пробиться к Христу, страдающему, и постоянно смотреть на Его, и читать о Нем, и пригадываться Ему, и возвращаться как бы к этим страданиям Христа. И тогда увидите, что Христос победит эти, я бы сказал, демоны, ценно-вязчивые мысли, которые нам представляют, что будет, как это будет, а может, и не будет. Очень, 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 очень. А ты вверх, Он хочет, чтобы ты Его славил, чтобы ты Его прослежил, чтобы ты отдал Ему то, что там ушел. А давай таким образом, что славим Бога. Я только два то говорила. Когда мы славим Бога, Он побеждает наших врагов. Это вбидует. Мы ведем борьбу не с людьми, не против крови и тела, говорят, поступал, а против духов, против духовных сил. Это главное наше враг, потому не человек наш враг, даже если он нам как будто враг, не человек духовной силы, которая через него нам действует. Ты прославляй Бога. Есть сила прославления, огромная сила прославления. Это прославляем Господа насильные. Ну и чтобы не мешать Бога дойти, я заканчиваю, будем прославлять, молиться.